Уважаемые жители Алтайского края! Сегодня я подписал новую редакцию указа, который всем известен как антиковидный. Ограничительные меры, к сожалению, приходится усиливать. Сделано это из-за тяжелой обстановки с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневно наши ковидные госпитали принимают более 500 заболевших. Развернуто уже более 4,5 тысяч коек, и они почти все заполнены. Таких тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы активнее шла вакцинация. На сегодняшний день у нас в крае полностью привиты только 700 тысяч человек. Это как будто немало, но с другой стороны, все еще не привито более 1 миллиона человек. И это огромная опасность. Ведь все эти люди, по сути, никак не защищены от коронавируса. А он продолжает активно распространяться. Система здравоохранения захлебывается. Люди болеют и умирают. Какие решения приняты дополнительно? Первое. Вводятся QR-коды. С 30 октября все торговые и торгово-развлекательные центры можно будет посещать только при наличии документа, подтверждающего, что вы вакцинированы, либо переболели ковидом. А с 15 ноября QR-коды начнут действовать практически во всех учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей. Документ о вакцинации пока не потребуется в транспорте, а также если вы идете в аптеку, продовольственные магазины и тому подобное. Во всех остальных случаях QR-код будет нужен. Второе. Домашний режим, режим самоизоляции, вводится для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию или не переболевших ковидом менее полугода назад. Третье. Режим нерабочих дней будет действовать на территории края с 30 октября по 7 ноября. Дорогие друзья, сегодня каждый должен сделать все возможное, чтобы уберечь себя и своих близких от болезни. Носите маски. Соблюдайте социальную дистанцию. Если еще не поставили прививку, то не откладывайте. Вакцины в медицинских учреждениях края достаточно. Воспользуйтесь этой возможностью. Я желаю вам здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.